Нешуточные страсти кипят не только на чемпионате мира по футболу в ЮАР. И борьба, и интрига, и галы, и желтые карточки. Всего было с избытком в матче Тамбовского Спартака и Орловских Русичей, прошедшего на главной спортивной арене Тамбова. Болельщики, хозяев и гостей не разочаровались, как и наш корреспондент Алла Лавриненко. Счёт открыли гости уже на девятой минуте встречи, но болельщики надежду не теряли и были вознаграждены за терпение. Равновесие сил восстановил Павел Курскоруков со штрафного, а всего через две минуты мяч Александра Сурина наткнулся на штангу, но Сергей Федин успел на добивание. Так защитник забил свой первый гол в этом сезоне. После перерыва, не давая Русичам возможности перехватить инициативу, Алексей Рязанов упрочил преимущество Тамбовчан. Понимая, что выправить ситуацию не удается, Орловские игроки начали фалить, на что арбитр встречи предпочитал либо не реагировать, либо наказывать хозяев. Обычно сдержанный рулевой Спартака так прокомментировал судейство. В первом тайме два явных вне игры, запуск там инспектор даже отметил, судья сделал замечание. То есть не совсем, так скажем, корректно по отношению к нам. Он дает штрафной в пользу провинить, что у нас выход один на один, Парфенов выходит во втором тайме, насколько вы помните этот эпизод. Он свисток дает, там еще не ясно, 50 на 50, кто будет. Это же явный срыв атаки, как это расценивать? Я не знаю. Однако первую домашнюю победу тамбовским болельщикам увидеть было не суждено. В конце второго тайма дважды гости проходили оборону тамбовчан. 3-3 и поделенные очки оставили команды соседями по турнирной таблице. Тренер Русичи считает, что ненадолго. В этом сезоне так сложилось, что у нас акцент передвинулся в сторону атаки. И, к сожалению, нам не удалось сформировать достаточно надежную линию обороны. В этом наша проблема. И допустили целый ряд ошибок, индивидуальных ошибок, которые ни при каких обсайзах, в домашних играх, на последних минутах. Поэтому такой результат 13-й мест. Ну, где-то эта полоса должна, она закончится. Владимир Ковылин также недоволен игрой защитников. К вратарю Сергею Панову претензий не имеет. А в выездном матче с подольским Витязем обещает перестановки. Оптимальный состав на матч наставник пока не нашел. Никак не сыграем стабильно хотя бы 3-4 игры одним составом, чтобы был стабильный состав. Ну, сейчас, дай бог, Макс Григорьев войдет сейчас в строй практически со следующего матча. Я думаю, что... Ну, и прорвало этого нашего в Пензе. Правда, прорвало сегодня что-то, ну, не получилось, но ничего. К сожалению. Я имею в виду Парфенова. Но голы, которые он забил в Пензе, они достойны. Как говорится, и внимания, и уважения. Осталось только продемонстрировать мастерство перед своими болельщиками. Но наставник тамбовчан уверен, что до конца первого круга Спартак домашнюю победу обязательно одержит. Правда, соперник накануне перерыва в чемпионате достался непростой. 19 июля в гости в Тамбов приедет лидер зоны «Авангард» из Подольска. Алла Лавриненко, Владимир Крынкин. Вести Тамбов.